Всем привет, добро пожаловать на мой канал! Недавно я снимала видео про свои новинки бюджетной арабской парфюмерии и я обещала снять для вас два отдельных обзора на такие ароматы, как Арабская принцесса и Аджват от Латафа. Сегодня речь пойдет про Аджват, мы подробно с вами поговорим про этот интереснейший аромат. Этот аромат и другие арабские ароматы я заказывала в интернет-магазине арабской парфюмерии Латафа Россия, шикарный интернет-магазин с очень-очень богатым ассортиментом и супер ценами. Если вы живете в Москве, можно лично приехать, познакомиться с ароматами. Если вы живете не в Москве, ничего страшного, есть молниеносная доставка. Заказы, правда, очень быстро собираются, быстро отправляются. Отправляются они почтой и боксбери, сервис просто на высшем уровне. Оставлю вам обязательно ссылку на группу ВК, там можно познакомиться с ассортиментом. И с ценами. И также оставлю вам ссылку на чат распродаж в Телеграм, где свои арабские жемчужинки можно ухватить по очень привлекательным ценам. В общем, вся необходимая информация будет ждать вас в инфобоксе. А если вам интересно услышать мое мнение про Аджват от Латафа, то оставайтесь со мной и я желаю вам приятного просмотра. Ну что ж, давайте начнем. Я решила снять этот обзор, потому что этот аромат сравниваю с двумя другими популярными ароматами. Это роза-ваниль от бренда Mancera, аромат, с которым я прекрасно знакома. И также франк-бакле кокаин. И вы знаете, мне уже непонятно, как этот аромат можно сравнивать с двумя другими, которые между собой совершенно не похожи. И мы сегодня с вами подробно поговорим, к какому аромату ближе Аджват от Латафа. Но давайте, наверное, для начала рассмотрим просто шикарнейшее оформление флакона и коробки. У нас вот такая шикарная большая коробка, выполненная из плотного картона. Она сделана как книжечка. Посмотрите, как это красиво, просто глаз не оторвать. И представьте, это недорогой, это довольно-таки бюджетный парфюм. Вот такая красота. Покажу вам коробку со всех сторон. Здесь есть голограмма, подтверждающая, что это оригинал. И давайте момент истины. Откроем коробку и посмотрим на флакончик. Там в коробке на бархатной подушечке лежит невероятной красоты флакон. Посмотрите его поближе. Его можно просто крутить в руках и рассматривать, потому что на нем тоже есть мозаика цветная. Шикарная крышка. Крышка в духе Носомата Блэк Афгана. Она выполнена из натурального дерева. В целом флакон очень-очень красивый. Мне нравится. Объем, кстати говоря, здесь 60 мл. Очень достойно выполнена за небольшие деньги. Давайте с вами познакомимся с пирамидой этого аромата. И пирамиды у нас это фруктовые ноты. Роза, жасмин, мускус, ваниль, амбра и кедр. И для начала, наверное, сравним его с Frank Baclay Kakain. И дело в том, что кокаин от Frank Baclay это мое абсолютнейшее парфюмерное нет. Я рассказывала об этом аромате в видео про свои парфюмерные кошмары. Там настолько индольные цветы. Я чувствую там, простите, запах каких-то гнилых зубов. Я вообще никак не воспринимаю этот аромат. И вот этот аромат, Аджват от Латафо, он для меня совершенно не похож на кокаин. Они просто даже близко и рядом не стояли. Это гораздо более приятная, гораздо более светлая композиция. Я даже ума не приложу, почему два этих аромата сравнивают, если они вообще не похожи. Если говорить о сходстве с роза ваниль от бренда Mancera, я с этим ароматом тоже прекрасно знакома. Это один из самых комплементарных ароматов в моей коллекции. То сходство можно увидеть лишь в том, что и там, и там есть роза и ваниль. Но в целом это не клон роза ваниль от Mancera. Аромат раскрывается по-другому. Да, есть роза и ваниль, но есть и другие ноты. Во-первых, здесь фруктовый старт. Много разных интересных сладких вкусных фруктов. Сложно выделить что-то конкретное. Просто перед нами тарелка сочных спелых фруктов. Далее, да, проявляется роза. Но роза в этом аромате, она не доминирующая, не главенствующая нота. Также помимо розы чувствуется и жасмин. Возможно, жасмин, он не такой яркий, как роза. Но в то же время он есть. Он не индольный, он здесь чистый. Ваниль делает аромат тягучим, теплым. Есть еще древесные нотки. И ваниль, она скорее даже не кондитерская, а древесная, хоть и сладкая. Да, ваниль, она как бы пронзает все нотки. Делает аромат сладким, делает аромат теплым. По сути, это унисекс с явным уклоном в женскую сторону. И как раз-таки, наверное, ваниль делает аромат феминным. Что-то общее в звучании с розой ваниль есть. Ну, повторюсь, наверное, это то, что и там, и там есть роза и ваниль. Но я не могу сказать, что это аромат клона. Я бы сказала, что это аромат с самостоятельным лицом. Очень интересный. Раскрывающийся по-своему. Причем аромат действительно трансформируется в процессе звучания. Я рассказывала про другие арабские ароматы. И хочу отметить, что это правда. Супер классные, интересные композиции, которые не звучат дешево. Ароматы звучат во много раз дороже, чем они стоят. То есть, в звучании они раскрываются в духе люксовых, а порой даже и нишевых ароматов. Мы наблюдаем сменяемость нот, мы наблюдаем, как аромат раскрывается. И отдельно хочется отметить стойкость и шлейф. Они у арабских ароматов просто феноменальны. Можно сказать, зашкаливают. Не то, чтобы на одежде и на волосах эти ароматы долго держатся. Нет, они долго держатся даже на коже. Они шлейфят. Этот аромат, мне кажется, абсолютно всесезонным. Но с одной стороны здесь есть ваниль, которая вроде как делает его теплым. И направляет в группу ароматов, которые больше подходят на холода. Но с другой стороны фрукты, они действительно разбавляют аромат. И я вполне вижу этот аромат. И весной, возможно, летом он будет чуть-чуть плотноват. Все-таки летом я предпочитаю какие-то одеколоны, такие акварельные композиции. Но в любое другое время года аромат будет прекрасно раскрываться. Шикарный, просто невероятный дизайн. Я очень рада, что я познакомилась с этим ароматом. Он великолепный. Великолепное оформление, великолепное звучание. Интересные композиции. Я считаю, что не стоит искать сходство с другими ароматами, с чем-то его сравнивать. Лучше всего воспринимать его как самостоятельную фруктово-цветочно-ванильную композицию. Повторюсь, фрукты на старте яркие. Да, есть роза, есть цветы, но она не доминирует. Дело в том, что как раз-таки в аромате роза-ваниль роза занимает очень главное, явное место. Она четко проявляется в аромате. А здесь все-таки звучание очень разбавляется фруктами. Ну что ж, на этом все. Я надеюсь, что этот обзор был вам интересен. Постаралась подробно показать вам флакон, рассказать вам свои впечатления об аромате. Пишите в комментариях, знакомы ли вы с этим ароматом. Что вы о нем думаете. Как вы считаете, похож ли этот аромат на франк-бакле кокаин, на роза-ваниль от бренда Мансера. Рассказывайте также, любите ли вы арабскую парфюмерию. Есть ли какие-то арабские ароматы в ваших коллекциях. Как вы вообще относитесь к этой парфюмерии. Я с удовольствием почитаю ваши комментарии. Я, честно говоря, просто под впечатлением. Шикарный, замечательный аромат за небольшую цену. Ну что ж, спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения и всем пока-пока!